друзья здравствуйте зовут меня владимир волошин я строительный путешественник работаю практически по всему миру и на моих блогах вы можете видеть наши работы нашей компании а это бригада 1 называется фирма 18 странах евросоюза в данный момент мы находимся в латвии и строим красивый дом это дом каркасного типа я его называю правильный каркасник у нас заказчики молодая пара ребята ждут ребеночка и поэтому наша задача максимально быстро дать им дом их мечты и в этом мире будет на одну счастливую семью больше однако в делу в этой серии мы с вами поговорим о том как мы делаем красивые террасы мы называем это красивейшие террасы мира и поскольку у нас опыт более 20 лет я вам хочу показать свою очередную террасу то есть если вы ранее сталкивались с моими блогами то видели что я ну по крайней мере последние 7 лет делаю красивые террасы почему потому что я строитель универсала и я делаю любую работу но иногда хочется работать с душой знаешь приятно когда рука работает с мыслью тогда получается очень красивые вещи поэтому эта терраса это очередной шедевр в который мы вложили годы своего труда и своей разработки давай начнем если вдруг тебе когда ему понадобится лучшая терраса мира и ты не сможешь заказать наши услуги по крайней мере по этим видеороликом ты сможешь сделать такую террасу самостоятельно если ты парень с руками начнем с того что мы берем вот этот замечательный бур это штыловский аппарат чем он интересен тем что он позволяет производить работы одному человеку если ты будешь внимателем то мы сделали угольник это четко 90 градусов метр пятьдесят на три метра видишь вот эту палку на этой палке мы отметили риски то есть мы ставим свою ровно 80 на 80 сантиметров однако надо учитывать разное строение и делать расчет строительную физику не обманешь и если ты профессиональный строитель ты наверняка их знаешь если нет то обрати внимание если терраса подозрительно похожа на твою мечту то есть смысл делать так как делаем и итак мы берем обсадную трубу это сантехническая труба дин 110 ее правильная европейская маркировка и она у нас метр десять диаметром на метр двадцать глубиной поэтому мы буром забурю им метр двадцать и делаем вот такие закладушечки это 12 миллиметровая шпилька в дорогом исполнении это будет нержавейка в нашем это обычная стальная шпилька и смотри что мы делаем мы накручиваем вязальную проволоку дело в том что 50 а лучше метр сантиметров этой спицы должно входить внутрь нашего ствола ровно половина спицы и очень важно чтобы ты взял 32 шайбочку и скрутил я именно двумя гаечками потом ты узнаешь почему это нужно а пока мы берем раствор это с интересный раствор интересный состав от сакрит бх так он называется сакрит бх с пониженной водопроницаемостью то есть это фактически раствор с гидроизоляцией если у нас когда-то будет повышенный уровень грунтовых вод либо подтаячные воды либо мало ли какие другие воды это залог того что по нашей трубе влага не передаться на наше дерево то есть фактически это гидро раствор раствор с гидроизоляцией и обсадная труба она таки защищает от проникновения лишней влаги очень важно чтобы наша терраса я буду много это повторять было примерно на 20 сантиметров над уровнем земли и так хватаем шпилечку помнишь да что две гаечки снизу и посередине 32 шайбочка и кидаем ее теперь смотри оп понимаешь для чего нужна была вязальная проволока да она не дает утонуть а мне нужно чтобы в данном случае а у нас будет спарка дерево 25 сантиметров хотя бы торчало из нашей несъемной опалу да это шиндель это кровельный материал но это жесткий кровельный материал потом ты увидишь для чего нужен а это то что я называю спаркой это 200 на 50 балочка видишь куда мы поставили дополнительную гидроизоляцию то есть на шпилечку мы закинули еще дополнительно кровельный материал и шиндель таким образом понимаешь как мы перестраховались мы поставили обсадную трубу поставили туда гидроизоляционный бетон и еще дополнительно гидроизоляцию чтобы никакая влага не подошла к нашей террасе заметь что дерево 200 на 50 стрельное между собой специальными гвоздями есть такие специальные гвозди для террас которые не ржавеют до пистолетом и и туда забили предварительность и нас струбцинами андрей показывает насколько мы идеально и сделали видишь то есть он кидает правило на прям как перышкой пролетает представь себе это c35 это идеальное дерево идеально ровное дерево это да дорогое дерево но терраса ты помнишь да мы делаем лучшие террасы мира видишь что мы делаем после того как мы свою шпилечку заделали мы закачиваем туда силикончик видишь потому что если влага попадет не дай бог туда а именно примыкание дерево с металлом является разрушением для деревянных несущих конструкций и вот то что мы делаем это очень важно следующая наша наработка это полимерная гидроизоляция обрати внимание как в данном случае она у нас делается то есть мы практически обнимаем балку полностью пробиваем на степлер но снизу оставляем нетронутое дерево очень важно чтобы снизу кстати геотекстиль мы тоже ложим вот он ходит до час ниже геотекстиль его видно видишь на видео а сверху засыпан песком когда то мы это делаем когда-то не делаем это на любителя по желанию клиента и в зависимости от финансовых возможностей конечно же сейчас мы ставим полимерную гидроизоляцию и видим что воздушная прослойка у нас 20 сантиметров то есть мы защитились от атмосферных осадков и влага всегда проходит у нас что я сейчас делаю правильно замываю нашу свою мы тронули грунт а у нас диаметр сверла был 180 а обсадная труба 110 для того чтобы бетон попал за трубу и таким образом мы делаем конусную сваю она у нас не просто прямая она у нас зауженная на конце но есть дефект что по бокам тронутый грунт и он будет очень долго утрамбоваться как много надо проливать скажу на 1 куб песка примерно 3 куба воды то есть вы высчитываете площадь террасы и умножаете этот грунт на 3 вот столько воды должно залечь на эти свои таким образом у вас не просто обсадная труба она в конце где-то диаметром 180 сверху 110 и она замыта водой то есть вы банально кидаете шланг на час и периодически подкидывайте туда мелкозернистый так называемый намывной песок после того как свои наши укреплены полимерной гидроизоляция поставлена смотри что мы делаем мы используем тот же шиндель шиндель нам нужен для чего я очень люблю дать уклон террасной доски знаешь для чего вот он мучается практически два дня своих потратит для того чтобы капля воды которая дождь называется попадает на террасную доску она стекала то есть я даю на 1 метр примерно 5-7 миллиметров уклон от чего это и для чего это зависит у нас черная доска она быстро прогревается солнцем и когда прошел дождь а тебе хочется в носочках выйти на террасу тебе не нужно ждать полдня пока она высохнет буквально часик полтора и терраса снова сухая а ты ведь ходишь по паркету в доме и выходишь на эту сухую террасу стоишь какая фишка и как мы заморачиваемся обрати внимание на это действие после того как наша терраса фактически была изготовлена мы приступаем вот к этой магии ровно через каждый метр мы опять берем в аренду бур и засверливаем на глубину метр 10 для того чтобы еще поставить дополнительно 10 сваи помнишь это дин 110 диаметр 110 а бур на 180 чтобы сделать конусную юбочку внизу то есть внизу бетона будет 180 сверху 110 когда ты делаешь планировочку по террасу а мы уже сделали террасу и трактор теперь начинает планировать грунт разрабатывать мы теперь можем понять где нам делать ступеньку фишка наших террас в том что они максимально продуман я показываю как я замываю сваю видишь когда мы кинули шланг уходит практически 15-20 сантиметров видишь если ты не будешь замывать сваю то твоя работа будет мартышкин труд а мы ее пытаемся выгнать до миллиметра нам это важно чтобы после дождя она была сухой и если ты вот эти вещи будешь пропускать у тебя не будет лучшей террасы мир и а у тебя будет жалкая по-ро-де-я мы заморачиваемся настолько что мы делаем как минимум нашу террасу из четырех а иногда из восьми составляющие композитные доски обрати внимание здесь вельвет подступенька ступенька рельефная доска четыре вида террасные доски каждая дощечка каждая дощечка индивидуально под нас делается на производстве понимаешь мы просто приходим на завод и под нас ее делают вот как тебе шьют к свой костюмчик на выпускной так нам делают каждую террасную доску и в этом фишка наш в том что за обычные деньги да ты делаешь необычные вещи то есть другая фирма из какого-то полимера дешевого тебе сделать за те же деньги терраса но сравни их террасу с нашим и так мы поставили ступеньку видишь как выглядит наша ступенька это очень важно фишка и и в что мы можем сделать до 12 метров в данном случае это пять с половиной метров ступень у этой ступень есть полосочка с антискользение видишь ее то есть подскользнуться на этой ступеньке даже во влажную погоду невозможно дальше мы делаем под ступеньку и как можешь видеть мы это клеим на специальный клей проблема до найти такой клей который может приклеить черную композитную доску эта проблема поэтому мы дополнительно прокручиваем ее шурупами проблема черные доски на жарком солнце это линейное расширение бороться с этим невозможно ни один технолог не скажет что то что мы делаем это правильно однако наш опыт говорит что кровью потом и нервами мы разработали свою технологию которую уже делаем как минимум второй год и пока отрицательных эффектов у нас не было понимаешь о чем я говорю классический вариант ступенька под ступенька ступенька под ступень никаких шансов грузу нам никаких шансов комарам насекомым змеем ползающим гадом мы не оставляем я показал в разрезе как это делается до проблемы есть у ступени свыше пяти метров сделать ее идеальные не представляется на возможным природа материала такого что на 12 метров у тебя искажение ступени может составлять до трех сантиметров поэтому без струбцин ребята здесь никак работа кропотливая нервная ты понимаешь что мы сейчас нанесли клей потому что эта штука очень суеверная то есть у тебя клей высыхает в это время ты пытаешься вытянуть эту несчастную ступеньку и тебе и надо закрепить еще физически и ошибка на этой стадии она будет фатальная тебе придется разбирать террасу чтобы подлезть к этим ступенькам важный момент что сначала собирается ступенька под ступенька обрати внимание почему мы это так делаем и только потом мы собираем ступеньку представляешь какой-то адский труд вот так вот начинаем собирать снизу то есть у нас весь материал готов конструктив весь собран и мы его собираем вот таким образом видишь то есть подкладываем и мы понимаем что когда будет солнечный луч нагреваете до 60 градусов с ней будет что-то происходить поэтому мы обязательно оставляем компенсионные швы очень важно когда ты делаешь вот это действие что делает этот парень не перетянуть шуруп там есть интересное крепление композитное и сама технология монтажа на следующая сначала ты ставишь зазор 7 миллиметров в нашем случае подпиливаешь доску и первый ряд ты не дотягиваешь до конца после того когда второй ряд ты закрутил композитные до крепления только тогда ты возвращаешься к первому ряду и выставляешь определенную скорость на шуруповерте мы ставим пятерку на бошевских шуруповертах и тогда докручиваем эффект должен быть такой что когда солнце черную доску будет нагревать до ей возможность ходить если ты не дашь ей возможности двигаться она разорвет и твою ступеньку с под ступенькой и выгнет и даже вырвет эти несчастные шурупы как плохи видишь мы оставляем по 7 миллиметров слева справа не докручиваем шурупы на пол обороте к это следующая наша ноу-хау эта композиция из цветов смотри что мы делаем это дополнительно усиливающий брус бадья на 80 литров а 80 литров в мороз с водой превращается в 60 килограмм у нас порядка 30 таких водей и поэтому обязательно ставим усиливающий брус снизу обязательно полимерной проделываем гидроизоляцию там где есть гидроизоляция там будет лежать либо мульча либо галька а нижний опорный брус будет удерживать всю эту конструкцию смотри 11 на 60 это пол тонны земли в зимних условиях а у тебя все настолько до миллиметра что не должно пройти никакой деформации сейчас я показываю как мы клеим верхнюю часть раньше мы так не делали и на этой террасе мы это используем впервые то есть химическим способом мы клеим боковую замыкающую планочку ты это видишь да и потом снизу по стандартной технологии прокручиваем видишь раньше мы это делали сверху и ставили заклепки но ничего не стоит на месте и в нашем случае теперь монтаж опять идет таким образом сначала верхняя доска и спускаемся вниз сначала ступенька и набираем террасу вот эти дьявол в мелочах он фактически и увеличивает нашу смету но тем не менее делают ее лучшей террасы мира и вот эти маленькие мелочи которые крадут твое время средства заказчика они стоят того то есть композитную доску есть возможность подыграть грубым напильником и сделать ее абсолютно идеальной интересная история эти клумбы я думаю это будет в отдельном ролике то есть у нас есть специальный теперь человек который занимается насаждениями и в зависимости от того где вы находитесь в тени на солнце в каком-либо из городов то наполнение в эти клумбы она будет абсолютно разным от террасы к террасе а представь себе что у нас есть возможность мы даем своему клиенту посадить более 30 растений то есть ты делаешь лучшую террасу мира и я тебе даю возможность посадить 30 цветов насаждений бонзаев в чего угодно на твое усмотрение но тут отдельное искусство и это занятие не для плотника и это мы сделаем в следующем ролике какие цветы сажать и какие эффекты дают определенные цветы обрати внимание на качество доски здесь пыль не лежит здесь вода скатывается подобно тому как на воскованное лобовое стекло автомобиля из него скатывается вся вода то же самое происходит на этой доске но об этих деталях и нюансах пожалуй следующем ролике а то это получился слишком длинный спасибо что был с нами до следующих видео роликов пока